КВН в Самарской области традиционно вызывает большой интерес у зрителей и, несомненно, является одной из главных достопримечательностей культурной жизни региона. Накануне в Самаре подвели итоги четвертьфинального этапа игр детской серии. 16 команд боролись за право пройти в следующий раунд и представили на суджюри творческие номера в конкурсе приветствия. Вас приветствует команда Т-34! Привет! Руководитель команды «Пятница-13» Анна Матназарова ставит перед своими подопечными амбициозные цели – стать победителями регионального этапа и представлять наш регион на самом высоком уровне. Несмотря на волнение, которое коллектив испытывал перед выходом на большую сцену, ребята из 13-й школы сумели удивить жюри и прошли в полуфинал. Здесь, конечно же, мы хотим победить. Это наша мечта. Программа у нас яркая, энергичная, веселая, смешная. Я думаю, сегодня зрители порадуются наш. КВН не просто форма досуга, а самый настоящий творческий молодежный лифт, признается руководитель регионального движения клуба Сергей Ларионов. На игры детской серии приезжают не только самарские команды, но и коллективы из соседних областей. У нас уже играют и команды из разных городов. Сегодня у нас команда еще из Волгограда гость. Поэтому им очень нравится здесь играть в такой телевизионной локации. Поэтому КВН в Самарской области очень сильный. Победитель системы юниор-лиг Самарской области будет представлять наш регион на международном фестивале детских команд КВН. Его планируют провести в сентябре 2024 года в Анапе. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Продолжение следует...